Святая Мария Египет Да потому, что в каком-то смысле Святая Мария Египетская, она покровительница всех нас. Почему так? Да потому, что она покровительница кающихся развратников, вот тех блудников, которые решили восстать от своего падения и прийти в ко Господу. Это даже не какой-то такой логический, я скажу, рассудочно рассчитанный путь, а это вот боль сердца о своих грехах, когда тебе нестерпимо больно о том, что ты делал. И по большому счету все мы развратники, все мы блудники, если не делом, то в мыслях, и грех этот посекает буквально всех, всех он заражает, как какая-нибудь вредоносная эпидемия. И вот Святая Мария Египетская, она поэтому говорит нам, что нет, не отчаивайся, возможно спасение. Вот сколько людей, я вам честно скажу, сколько людей, они не идут в храм. Почему? Потому что они где-то внутри себя, вот у них такая лукавая, ошибочная мысль закралась. Они говорят, что вот я вот столько грехов совершил, что все точно, вот мне спасения нет. Настолько вот я уже там погряз во зле, что меня точно на исповеди не простят. Да и как вообще такое рассказывать священнику? Нет, нет, я не могу, я даже не смогу переступить храм Божий. И вот это вот отчаяние, понимаете, это вот эта вот страшная бездна отчаяния, она мешает человеку открыть глаза и увидеть, что храм-то Божий, он как раз не для спасенных, он не для небожителей, храм Божий, он для грешников, чтобы грешники и стали небожителями, погибшие спасенными. И вот святая Мария Египетская, она и говорит, что нет, ты не настолько грешен. Я была намного грешнее, и когда мы знакомимся вот с ее житием, то на самом деле это житие, оно во многом такое нетипичное. Поэтому его стоило бы прочитать, особенно житие, которое написано именно в первом варианте, оно было написано святителем Сафроним Иерусалимским, он жил в VI-VII веках, а ему лично как раз вот рассказал Авва Зосима, тот самый Зосима, который видел Марию Египетскую. Он, кстати, тоже прославлен Зосимой в лике святых, как преподобный Зосима Палестинский. И вот это житие, оно чем как раз вот нетипично, потому что часто, когда мы берем житие каких-то подвижников, то мы видим, ну, некоторую такую вот схему, которую агеографы старались соблюдать, что вот рождается уже у святых родителей такой подвижник, в детстве он со сверстниками не играет, детских игр он сторонится, он уже либо молится, либо в храм ходит, потом в юном возрасте он уже отрешается от мира, идет в монастырь, вступает под руководство старца, там вот он проходит всецелое такое послушание, поднимает на себя подвиги, потом, достигнув совершенства, он уже удаляется в пустыню, где еще больше духовно усовершается, достигается зерцание, и уже после этого он становится таким вот преподобным отцом, сам он уже старец или святитель, то есть святой епископ, который руководствует других, и это все прекрасно, да, это были такие действительно угодники Божии, но нам-то грешным, какой с этого пример для подражания? Мы в детстве шалили, в детские игры мы играли, мы в юности не уходили в монастырь, мы не вступали под руководство старца, да, и подчас вот даже пытаясь найти каких-то духовников, мы набивали шишки, и не все вот так вот гладко и ровно, мы не уходили в пустыню, не достигали каких-то высот, и мы не можем, как святители и преподобные старцы, руководствовать других. Вот на кого же нам опираться? А так нам и нужно опираться как раз вот на святую Марию Екипицкую, и она нам и говорит, что посмотрите, из какого разврата и из какой глубины можно восстать. Вот это удивительный такой феномен на самом деле святой Марии Египетской, что у нее описывается достаточно подробно вот эти вот ее падения, как она в 12-летнем возрасте покидает родителей, переезжает в Александрию, родилась где-то там в Египте, а в 12 лет уже в Александрии. Это тот возраст, когда в таких вот южных странах уже половое созревание достигает своего, так сказать, положенного периода, и иногда даже в таком возрасте там вступают в брак девицы, но она придает себе блуду и пребывает в этом блуде 17 лет, зачастую даже не ради денег, а просто вот потому, что ей нравилось блудить. То есть иногда даже она не брала деньги, а прила пряжу, как она сама про это говорит, а вот просто нравилось ей такой вот разврат. Вот этот разврат, который сейчас зачастую льется через интернет, ну, может быть, в телевидении не так вот, как в 90-е годы, но все равно. Человек очень падок на плотские искушения, и хочешь не хочешь, но это все в какие-то моменты прорывает воображение любого человека, и он очень легко склоняется к этому греху. И вот Мария, которая тогда еще совсем не была святой, она не просто развратничала, она делала это с особым усложнением, и тут был некий такой, я бы сказал, гений соблазна, не просто вот талант, а такой сатанинский гений, когда ей удавалось достаточно быстро соблазнять других. И даже она едет в Иерусалим, по какой причине? Она услышала, что там будет праздник воздвижения Креста Господня, она знала, что это Крест Христов, но она просто увидела, что молодые люди вступают на корабль, и ей хотелось и там вот с ними тоже предаваться блуду, то есть соблазняет фактически паломников. Вот этот вот сатанинский гений соблазна, плотского разврата, он и там, так сказать, достигает своего пика. Те, кто едут поклониться к святыне, они развращаются по пути к святыне вот этой величайшей блудницы и служительницы сатаны. И кажется, что это фактически все, предел. То есть такой человек не может спастись. И вот как часто мы, видя кого-то в окружающей жизни, допустим, кто-то слишком сильно пьет, или тоже пребывает в этом разврате, или какой-нибудь бандит бандитом, какой-нибудь, скажем, предприниматель, который очень жесток и каменный, холодный сердцем, и мы говорим, что нет, вот этот точно не спасется, настолько он погряз в грехах. А вот промысел Божий, он не такой, потому что каждому человеку обязательно от Господа дается некий призыв. И лет через 20-30 мы на самом деле можем увидеть этого человека совершенно иным, и мы встречаем таких людей, что они неисповедимыми судьбами Божьими вдруг преобразились в истинных христиан, отреклись от своего прежнего пути. И вот это случилось именно со святой Марией, потому что когда она, уже будучи в Иерусалиме, и утопая в разврате, вот она еще не пришла даже к храму, все идут, она при этом говорит, что я все еще смотрела глазами, искала новых жертв, но видя, что поток идет к храму Воскресения Христова, пошла туда же, влилась в этот поток, и толпа людей вот ее увлекает, вовлекает в храм, но в притворе, там, где уже дальше двери, сейчас, правда, этого притвора-то нет в храме Воскресения, где гроб Господня, то есть раньше-то была там такой большой притвор, галерея крытая, а сейчас в основном там открытое такое помещение, не помещение, а открытый двор перед храмом. И вот когда она с этого притвора уже хотела вступить внутрь храма, вдруг некая таинственная сила ее останавливает, и она не может войти, она не понимает, что происходит, пытается опять, и опять ее силы это останавливает. И в третий раз, и никак. Вот многие люди, на самом деле здесь такой поворотный момент. Многие другие сказали бы, ну, не получается, и пойду я себе дальше жить своей прежней, такой вот сладостной, как кажется, жизнью. Ну, что здесь мне? Ну, плохо мне стало, допустим, в храме. Ну, и не надо. А у нее вдруг что-то внутри просыпается, и она понимает, что что-то здесь не так. Другие идут ко кресту Христову, других святы не допускают к себе, даже тех, кто с ней блудил, они входят, идут ко кресту Господа, а вот ее нет. То есть что-то в ней не так. И вот здесь-то ее совесть-то и пробуждается в этот момент. Иногда нам нужно, чтобы нас остановила вот какая-то стена, да, чтобы мы набили себе шишки, и вот эти шишки уже заставляют нас задуматься. Тут она обращает взор на икону Божьей Матери, и слезы прорываются из ее груди. Она плачет и, наконец-то, вот произносит вот из самого сердца вот эти слова, что только вот позволь мне приложиться ко кресту Христову, а я поменяю свою жизнь. Конечно, мы не будем пересказывать все житие преподобной Марии Египетской. Мы хотим подчеркнуть что? Что когда человек, вот он еще не может оценить, что именно он будет делать на этом пути. Он не знает, какие искушения его ждут, но в нем уже возникает вот эта вот нестерпимая боль о своих грехах. Он понимает, что то, чему он посвящал, это погибель, но при этом сердце уже проснулось и говорит, вот Господи, я хочу быть только с Тобой, и прежний путь он меня уже не устраивает. Я отворачиваюсь от него, как от какой-то зловонной жижи. И вот тогда Господь Марию допускает прежде всего ко кресту приложиться. Потом ей дается откровение уйти за Иордан, и сказано, что там она найдет свой покой. Но покой она нашла далеко не сразу. Она идет к Иордану и еще опять молится. И вот в храме святого Иоанна Претечи впервые причащается святых тайн Христовых. Вообще-то по древним канонам ее не положено было бы причащать после столь вот развратной жизни. И ее могли отлучить на очень много лет, чуть ли там не на 20 лет, чтобы она в числе там, вначале там, плачущих, потом в числе припадающих, потом в числе купнастоящих, в числе слушающих и купнастоящих. Были такие четыре разряда кающихся, проходящих епитемию. Но у нее уже настолько совершился вот этот внутренний разрыв с грехом, что ее причащает. И это значит, что вот тоже не всегда нужны нам какие-то вот эти схемы внешние. Не всегда правила, они оправданы. Если у тебя уже болит сердце о твоих грехах, то не жди и не думай, не размышляй, пустят тебя или не пустят, простят тебя или не простят. Вот ты просто поднимайся, как Мария, и иди в храм, и уже кайся там, и обращайся ко Господу, и тебе отпустит твой грех, и тебя допустят до святой чаши. Потому что в твоем сердце уже произошло возрождение. Вот после этого-то она переходит уже за Иордан, и там проходит длительный подвиг покаянного делания. 17 лет она блудила до этого, 17 лет она проходит подвиг длительной борьбы. Когда, как она сама говорила, вот эти вот помыслы, возбуждающие в ней ее страсти, воспоминания прежних картин блуда воскресали, и как дикие звери терзали ее. То есть, сколько грешила, вот столько же проходит исправление. Там она, до этого она специально обнажала свое тело, чтобы предаваться разврату, а здесь она уже вынуждена ходить ногой, потому что истлела ее одежда, одеяние, и она под лютыми лучами солнца, а ночью она от мороза. Это вот особенность такая тех мест, что ночью там холодно, а днем там очень жарко, и, соответственно, тело человеческое очень страдает от этого. И многократно она впадала где-то даже в такое отчаяние, но на пике этого отчаяния она все равно молилась Господу, вот падала на землю и говорила, вот, Господи, спаси меня и прости меня грешную. И потом происходит невероятное дело, вот многие не замечают этого, когда читают ее житие, то, что она сподобилась созерцать нетварный божественный свет, что вот этот свет нетварный, он приходит и озаряет человека, который как раз вот о себе нисколько не мнит, который всецело признает свою греховность и от сердца молится, говорит, Господи, прости меня грешного. И когда вот этот свет озарял ее, то тут же вот эти ее мысли, чувства умиротворялись, в ее душе наступал покой и страсти утихали. Но в такой борьбе прошли 17 лет, а после этого ей было дано еще прожить 30 лет. И вот после этого уже она сподобляется встретить Аву Зосиму, которому рассказывать свою историю. И каждый получает на самом деле свой урок. Аву Зосима, он думал, что достиг великого совершенства. Он-то был с детства в монастыре. Так получилось, что уже после младенческих пелен он оказался в обители. Бывали такие случаи, что некоторые дети, они прям при монастыре воспитывались. Вот я даже знаю и сейчас, вот я в Спасовознесенском монастыре жил на Илеонской горе, и там были монахини, допустим, монахини Рафаила, которая, еще будучи девочкой, родители ее отдали в монастырь. И она вот так вот и возрастала, и ее становление, ну это просто что-то удивительное, что она училась и обычной грамоте, да, то есть она возрастала как ребенок, но она возрастала и духовно. Это удивительное дело. И вот Зосима, Аву, он тоже возрастал именно так, с детства в монастыре. И потом, когда ему 53 года, к нему вдруг приходит лукавый помысел, что, наверное, я достиг уже совершенства. Тогда Господь его вот ведет в тот монастырь рядом с Иорданом, потом он идет в пустыню и встречает человека, который выше его по духовной жизни. А кто выше его? А вот эта вот блудница, развратница, которую утопала в плотских сластях, но она искренне покаялась. И вот эта ее сердечная простота и открытость Господу показала, это показала Зосиме, что есть те, кто выше его. И что на самом деле никто из нас на земле не может достичь полного совершенства. То есть Зосима получает свою пользу. Мария святая, она получает тоже свою пользу, потому что благодаря Зосиме уже при второй встрече, он причащает ее святых тайн христовых. Она всего лишь дважды в жизни причастилась в начале своего христианского делания. И уже перед смертью при этом Ава Зосима созерцал, конечно, такие вот наглядные проявления благодати. Когда она молилась, то на локоть поднялась от земли, хотя сама она об этом даже не думала. Потом для того, чтобы причаститься, она перешла через Иордан как пасуху. Она цитировала Священное Писание, которого никогда не читала. И это говорит о том, что Священное Писание и подлинное понимание Священного Писания – это дар Святого Духа. И дается этот дар только чистым сердцем. Вот бывает так, что кто-то вроде бы начитался Библии, и он сыплет цитатами. А сердечного тепла не чувствуется. И общаться с этим человеком тяжело. Он вроде бы демонстрирует свое знание, свою начитанность. У него масса этих цитат. Но ты вот не чувствуешь в нем какой-то теплой и чуткой души. И дара Духа Святого в этом нет. А иногда человек, может быть, не настолько владеет цитатами, но по Духу исполняет Священное Писание. И вот Святая Мария Египетская, как раз ее ценность для нас в том, что она стала выразителем Духа Священного Писания. Вот помните те слова Господа, что радость бывает у ангелов Божих об одном грешнике кающемся. И что на небесах об одном кающемся радуются больше, чем у 99 праведниках, которые не нуждаются в покаянии. Вот как раз Святая Мария, она образ вот этой заблудшей овечки, этого кающегося грешника. Но о себе-то она рассказала для нас, для того, чтобы мы понимали, что повода для отчаяния нет. Потому что в каких бы грехах ты ни утопал, какое бы зло ты ни совершил, есть и для тебя вот этот вот путь восхождения. Есть и для тебя своя духовная отрада. Да, тяжело бороться с грехом, да, помыслы будут грызть, но пусть лучше они тебя немножко погрызут, покусают, зато ты навеки спасешься от ада, и уже языки пламени, гиены огнены не прикоснутся к тебе. Так что вот обратимся к Святой Марии Египетской с такой сердечной просьбой, чтобы она помогла нам, во-первых, победить наши собственные страсти, наши плотские грехи, которые хотим мы или не хотим, они все равно вылазят время от времени, пожелания какие-то, сердечные, плотские вот эти вот проявления, и попросим ее, чтобы и наше сердце было настолько открыто Господу, а в Господе бы обрести нам благодать Святого Духа и вот этот неизреченный свет, который и приносит покой всякой метущейся душе. Аминь.